Здравствуйте, я Елена Коноваленко и сегодня мы поговорим о петрушке. По содержанию аскорбиновой кислоты петрушка превосходит многие овощи и фрукты. Например, в 100 граммах побегов петрушки содержится в 4 раза больше аскорбиновой кислоты, чем в лимонах. Это примерно в 2 раза выше, чем необходимая суточная норма. Также петрушка богата провитамином А, витамином В1, В2, В9, с солями кальция, калия, магния и железа, а также ферментативными свойствами. В петрушке также находится инулин, который необходим для правильного углеводного обмена и участвует в снижении сахара. Петрушка очень полезна при заболеваниях почек, гастрите, язвенной болезни, при снижении зрения, а также она великолепна, отбеливает зубы и укрепляет десна. Петрушка, безусловно, самая популярная пряная трава в мире. Она одинаково популярна в европейской, американской, восточной и даже африканской кухнях. Сок петрушки является одним из сильно действующих средств, поэтому не стоит употреблять его в чистом виде больше, чем 60 мл. И лучше всего его смешивать с соком с салатом, сельдереем или морковью. Петрушка очень ароматная трава, которая не теряет свои свойства даже при длительной термической обработке, а наоборот только раскрывает свой вкус. При укусах насекомых можно приложить свежий сорванный лист петрушки, он обязательно снимет раздражение и зуд. Напоследок я хотела бы отметить, что будущей мамы может быть очень аккуратным в употреблении петрушки. Она может вызвать неприятные последствия. Однако после рождения ребенка она наоборот повысит лактацию и улучшит пищеварение младенца. Кушайте правильно, кушайте с удовольствием и будьте здоровы!